Всем привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас очередные альтернативы Redmi Note 7. Первые альтернативы зашли очень хорошо, это видео вам понравилось, соответственно. Делаем вторую часть, потому что есть еще достойные телефоны, которые могут дать все-таки конкуренцию Redmi Note 7. Конечно, таких телефончиков немного, и вы, наверное, будете не согласны в большинстве случаев с тем, что я вам предложу. Ну, в общем, друзья, погнали! Сравнивать мы будем по следующим параметрам. Сначала процессор у Redmi Note 7, Snapdragon 660, построенный по 14-нанометровому техпроцессу, видеоускоритель Adreno 512, 4 гигабайта памяти LPDDR4X, именно такую версию мы взяли, а в Antutu он выбивает приблизительно 144 тысячи баллов, а экран 6,3 дюйма, это IPS-матрица Full HD+, разрешение, великолепный, хороший экран. Камера на 48 мегапикселей, ну, понятно, что это интерполяция, Samsung GM1, апертура 1.8. Батарея основная на 4000 мАч, также мы будем отмечать фишки. Фишки у Note 7 это USB-C, мини-джек, NFC отсутствует и лоток комбинирован для сим-карт, то есть сюда нельзя поставить 2 наносимки плюс microSD. Размеры телефона 75,2 на 159,2 и телефон стоит приблизительно около 200 долларов или 13500 рублей. В общем, вот такая история. Начинаем с первого конкурента. Друзья, не ругайтесь, Samsung A50. Да, вроде кажется, Samsung на каком-то Exynos 9610 собственной разработке от компании Samsung, собственный процессор, построенный по 10-нанометровому техпроцессору, видеоускоритель Mali-G72 MP3, 4 гигабайта LPDDR4X и в Antutu приблизительно 142 тысячи убивает. Вообще, исторически процессоры у компании Samsung всегда уступали Qualcomm-овским. И здесь, по сути, друзья, все то же самое, потому что и видеоускоритель Mali-G72 будет уступать, конечно же, Adreno 512. В общем, во всей связке побеждает здесь Redmi Note 7. По экранам здесь 6,4 дюйма, Full HD+, разрешение 403 ppi и это Super AMOLED. То, что здесь Super AMOLED, это хорошо. В принципе, за небольшую цену вам дают Super AMOLED и это великолепно. Допустим, компания Xiaomi пока что так не поступает, хотя они постепенно к этому движутся. Здесь камера на 24 мегапикселя, апертура f1.7, в принципе, камеры плюс-минус схожие и батареи на 4000 мАч. Вот Samsung наконец-то начали ставить что-то годное, всегда у них с батареями были большие проблемы. Из фишек здесь USB-C, NFC здесь присутствует, мини-джек есть и супертройной слот под 2 нано-сим-карты плюс microSD. По фишкам здесь, конечно, побеждает Samsung, потому что фишек больше и, ну, они гораздо действительно интереснее. По габаритам 74,7 на 158,5, то есть приблизительно, ну, плюс-минус это схожие аппараты. Ну и вот самый главный минус этого аппарата, почему Samsung всегда задирает эту цену 290 долларов или около 19500 рублей. Если бы, друзья, не это обстоятельство, то, конечно, был бы это вообще великолепный, отличный конкурент. Но все-таки есть козырь у этого телефона в кармане сканер отпечатков пальцев прямо в экране. Круто? Круто, друзья. Это действительно один из самых моментов таких интересных. По внешнему виду, друзья, выглядит не стыдно. Собственная оболочка One UI, которая действительно очень красиво проработана, новая и так далее. Имеется обновление, все остальные фишки. Следующая альтернатива – Huawei P Smart 2019 года. Хороший, отличный телефон. Давайте пробежимся по характеристикам и сравним их. Центральный камень здесь Kirin 710, построенный по 12-мм техпроцессу. Видеоускоритель Mali-G51 MP4. Здесь 3 гигабайта оперативной памяти. Неизвестно, какого происхождения. И здесь, конечно, во всех этих моментах. Также и в Antutu он выбивает 138 тысяч баллов. Везде Huawei P Smart 2019 года уступает Redmi Note 7. Далее по экрану. Экран здесь 6,21 дюйма. Full HD+, разрешение 415 ppi. И это, друзья, тоже IPS-матрица. Здесь, в принципе, тоже идем вровень. По камерам. Здесь 13-мегапиксельная камера. Апертура f1.8 тоже. Камера какого происхождения неизвестна. Но камера на Redmi Note 7 будет снимать гораздо лучше. И сюда можно без всяких проблем накатить еще Google камеру. Но я имею в виду на Redmi Note 7. И она, конечно, будет вообще полностью разрывать Huawei P Smart 2019 года. Далее батарея на 3400 мАч. Тоже она гораздо меньше. Но, в принципе, система неплохо адаптированная. Плюс-минус где-то одинаково не сажает батарею. Но все-таки 4000 мАч больше. По фишкам здесь microUSB. Минджек, друзья, присутствует. NFC тоже есть. И лоток здесь комбинированный под 2 нано-сим-карты. Либо 1 нано-сим-карта плюс microSD. Поэтому здесь плюсов тоже нет. Но то, что есть NFC, это тоже очень-очень приятно. По габаритам 73.4 на 155.2. То есть этот телефон компактнее. Гораздо эргономичнее. Его гораздо легче держать в руке. По цене официальная цена в России 14790 рублей или же около 220 долларов приблизительно. С одной стороны кажется, что два эти телефона просто не конкуренты. Но, друзья, есть определенные любители компании Huawei. И вот этот телефон является отличной альтернативой Redmi Note 7. То есть если вы не хотите именно Xiaomi, если вы не хотите Redmi, то Huawei является великолепным конкурентом. 710 Kirin, скажете вы там вообще ни о чем по сравнению с 660 Snapdragon. Но, друзья, времена меняются и на самом деле он, ну так, в принципе, неплохо становится. Уже действительно очень хорошо адаптирован. 12 нанометров, все дела. Но видеоускоритель, конечно, здесь будет действительно очень-очень хорошо проигрывать. То есть если вам нужно в видеоигры играть, то здесь, конечно, Redmi Note 7. В этом отношении Huawei полностью уступает Redmi Note 7. А всех вас я пощаю играть в игру под названием Подпишись, не глядя. Следующий конкурент это Meizu X8. Да, компания Meizu еще до сих пор живет, хотя ходят слухи, что они уходят, все такое. Но пока что они действительно живут, хорошо продаются. И официальный твиттер российский говорит, что мы никуда не уходим, все нормально и все такое. В общем, пробежимся по характеристикам. Здесь 710 Snapdragon, уже хорошо. Видеоускоритель Adreno 616. 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4X. В Antut он убивает около 164 500 баллов. То есть, 710, конечно, во всех отношениях лучше. Он новее, он интереснее, он считается как бы предфлагманским. В целом, он и видеоускоритель, конечно, во многом выиграют у 660 Snapdragon. По экрану здесь 6 и 15 дюймов экран. Это IPS. Отличная матрица. 395 ppi, Full HD+, разрешение. Обратите внимание, что это небольшой экран для 2019 года. И о размерах мы поговорим немножечко попозже. Основная камера на 12 мегапикселей, Sony IMX362, апертура f1.9. Она, конечно же, будет уступать Redmi Note 7. И Redmi Note 7 будет фотографировать гораздо-гораздо лучше. Следующий минус тоже неприятный. Батареи на 3210 мАч. Это очень мало для 2019 года. Хотелось бы гораздо-гораздо больше. Компания Meizu, в принципе, это может. Но почему-то здесь воткнул он не совсем большую батарейку. По фишкам здесь USB Type-C установлено. Миниджек тоже присутствует. NFC нет и тройного слота нет. То есть слот обычный такой комбинированный двойной. Поговори, там здесь 74.6 на 151.2. Для 2019 года это просто компактнейший телефон. Великолепно. Он лежит в руке и не ощущается как лопата, в отличие от Redmi Note 7. Ну и по цене. Здесь цена около 12600 рублей. Или же около 188 долларов за версию 4.64. А самый главный плюс Meizu X8, конечно, это его процессор. Процессор здесь 710. Есть любители конкретные Flyme OS. Я к таким не отношусь, друзья, но все-таки есть определенные фишки. Кнопка M-Back, которой нет, допустим, на Xiaomi. Кто-то пользуется. Я, допустим, друзья, пользовался кнопкой M-Back. И реально это очень удобно. Это просто фишка компании Meizu, как они придумали ее. И своя разработка оригинальна, удобна и очень четко. Это все-таки один из плюсов тоже этого телефона. Ну и другой момент, друзья, это компактный телефон. Как он лежит в руке, просто как вылитой. Да, у него есть челка. Но челка, друзья, наверное, самая красивая из всех челок, которые в принципе существуют. Компания Meizu вообще обошла челки стороной. Следующий конкурент Honor 10 Lite. Если вы смотрите мой канал регулярно, то недавно у меня было конкретное сравнение Redmi Note 7 против Honor 10 Lite. И результаты, как я уже говорил, в некоторых отношениях удивительны. Так вот, давайте прибежимся по характеристикам. Здесь Kirin 710, собственно, разработки компании Huawei процессор. Хороший, великолепный процессор, новый, но немножечко он уступает 660 Snapdragon. Видеоускоритель Mali-G51. При гигабайте оперативной памяти неизвестно какого происхождения. И в Antutu убивает он приблизительно 138 тысяч баллов. По всем показателям, конечно, Redmi Note 7 здесь выигрывает. И все-таки Adreno 512 против Mali-G51. Здесь вообще вне конкуренции. Adreno, конечно, гораздо лучше. По экрану. Здесь экран 6,21 дюйма, Full HD+, разрешение, 415 ppi и это IPS-матрица. Экраны они плюс-минус одинаковые. В принципе, здесь тоже никаких проблем нет. По камерам. На 13 Мп камера у Honor 10 Lite. Апертура f1.8. И неизвестно какого происхождения тоже камера. Redmi Note 7. Камеры от Samsung GM1. Будут, конечно, они гораздо-гораздо лучше. По батареи. Здесь Redmi Note 7, конечно, выигрывает. Но в целом адаптированная прошивка у Honor 10 Lite позволяет ему сохранять батарею в некоторых моментах. То есть не во всех моментах, но иногда она действительно гораздо лучше себя ведет. По фишкам. У Honor 10 Lite microUSB. Это расстройство. Наверное, все-таки для 2019 года могли бы сюда Type-C накатить. И было бы вообще все великолепно. Миниджек присутствует. NFC есть. И это отлично. И сим-лоток здесь обычный скомбинированный. То есть такой же, как на Redmi Note 7. По габаритам 73,6 на 154,8. По габаритам он немножечко меньше. И чувствуется он в руке, конечно, гораздо увереннее. По эргономике великолепный. Очень хороший такой вхват. По ценнику. Официальная цена 14790 рублей. На Алиэкспрессе он будет, конечно, гораздо дешевле. По долларам это около 220 долларов. Друзья, что хочется сказать. 710 Kirin уже не такой стыдный процессор. Великолепно справляется. Если вы не играете в игры, то вообще, наверное, забудете, что такое процессор. То есть со всеми остальными задачами он справляется просто-напросто на ура. Если вам, опять-таки, нужна лучшая камера, то это Redmi Note 7 однозначно. Накатите туда Google камеру. Да и она вообще, в принципе, себе не будет знать никакой цены. Ну и последняя альтернатива, друзья. Это Meizu Note 9. Новинка этого года. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь 675 Snapdragon, построенный по 11-нанометровому техпроцессу, который гораздо мощнее. Видеоускоритель Adreno 612. 4 гигабайта памяти LPDDR4X. И в Antutu он убивает 179 тысяч баллов приблизительно. То есть здесь в плане процессора, в виде ускорителя, конечно, Note 9, он будет гораздо-гораздо круче. По экрану здесь экран немного меньше. 6,2 дюйма, Full HD+, разрешение, 402 ppi. И это IPS-стандартная матрица. По камерам, друзья, здесь 48 мегапикселей. Samsung GM1, апертура f1.7. И фишка в том, что он снимает без всяких Google камер. В стоке вы можете снимать в 4К. И это приятно, что Meizu сделали. Почему Redmi до этого не догадалась и не сделала. Может быть, они сделали это сознательно. Это непонятно. Но здесь тоже уже приятный такой момент. Батарея точно такая же на 4000 мАч. По фишкам здесь USB-C присутствует. Mini-Jack присутствует. NFC нет. И лоток под сим-карты стандартно комбинированный. По габаритам 74,4 на 153,1. То есть он чуть-чуть меньше, чуть компактнее. И по цене он стоит около 14400 рублей. Или же 215 долларов. Но ценник, друзья, как показывает ситуация, падает. То есть в плане игр он даже будет лучше, чем Redmi Note 7. Вот такая история. Друзья, по камере уступает он? Нет. Здесь точно такая же камера. Великолепно. Отличный экран. То есть по всем параметрам этот телефон выигрывает. И пластиковая крышка сзади. Кого это интересует? Да мало кого интересует. Потому что поставил чехол. И в принципе забыл про эту историю навсегда. Поэтому Meizu Note 9 великолепный конкурент Redmi Note 7. Но вы мне сейчас хором скажете. Эй, братуха, а как же все-таки в плане обновления? Я вам отвечу, друзья. Я не знаю. Надо спросить у компании Meizu. Потому что в плане обновления у них вообще все очень и очень плохо. Друзья, вот такие вот альтернативы были. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что думаете вы по этому поводу. Ставьте обязательно лайк этому видео. Подписывайтесь на этот канал. Не забывайте про колокольчик. Пишите любой комментарий. Всем хорошего настроения, позитива и добра. С вами был я, Эдскрабер. Всем пока-пока.